Ну что ж, друзья, следующая наша пара, Муравей и Стилред, Стилреда я знаю по тому из турниров, но не этих был в других турнирах, он также участвовал и не помню, как он тогда сыграл, но все же достаточно неплохой игрок на Хердстоп, а не на Хердстоп. Ну что, шаман, шаман и воин, Тралл и Горош снова встретились, как мы все знаем, Тралл победил Гороша, убив его просто с помощью сил стихий. Посмотрим, повторится ли этот подвиг Тралла и в Хердстоне, но в World of Warcraft именно так оно и было. Контроль воина через Йогс Сарона, значит там будут два портала из Айронфорджа, у Стилреда пока что шаман, стандартный шаман с этими призрачными когтями, которые супер хороши в Верлигейме и которых можно сейчас прям заюзать. Видите, три демиджа будет у него сразу же в этих когтях и видимо будет получать пять демиджа в лицо, наверное, либо сейчас Рокбиттер прожмет и просто сразу же, да, вот просто сразу этого парнишку, этого Таурена уничтожит. Ну что ж, пятая мана, есть потасовка, но потасовка, я думаю, слишком рано играть, даже есть две потасовки у Муравея, имеется топор, имеется баш, можно забашить что-нибудь, я думаю, либо вообще прожать просто армор ап и надеяться, что следующий ход будет куда более полезнее для него, нежели просто взять еще один баш. Помните, существо бы на стол, какой-нибудь там армор смитку, либо хотя бы портал из Эйнран Форджа, было бы это все, было бы куда лучше ему сейчас принимать решение, потому что сейчас вот абсолютно нечего делать, кроме как убиться об тотем и убить другой тотем, я даже не знаю, была бы казнь, можно было, наверное, казнить тотемного голема, но казни нету и тотемный голем будет жить очень-очень долго, видимо, еще. И башик пойдет именно в тотем, который дает СПД, чтобы не было внутреннего дэмэджа на этих когтях от Стилрейта, и Стилрейт сейчас, по идее, сможет поражать тотемикол, клыкар шамана, но решил играть по манере, решил играть сразу же лазурного дракона. И еще один рукбитер пришел, тут еще раз три дэмэджа появляется на этих когтях, и решил не бить пока что. Оп, топор еще один, неудачно, неудачно, у муравья не идет рука совсем. Ну что ж, но, видимо, будет размениваться, да, именно, именно в дракона еще и башиком сейчас он его приговорит. Еще раз можно взять топор в руки, но лучше, конечно, просто заармурапаться, чтобы не так сильно получать по лицу каждый раз, когда будет ходить этот тотемный голем. Еще один тотемный голем появляется у Стилрейта, но опасно, я думаю, его пока сейчас ставить. Все же, все же, там есть потасовка, если сейчас закастует он клыкар шамана, а потом еще и поставить нечто из глубин, то будет точно прожата потасовка. Тут еще как раз-таки у нас имеется феймтонг тотем, и это, так сказать, знак к тому, что потасовку нужно прожимать. Либо брать топор и разбивать этот феймтонг тотем. Аккуратненько очень играл в Стилрейт, вокруг потасовки, понимал то, что она где-то там есть, и вот она. Все же он мог поставить нечто из глубин, но решил этого не делать, чтобы на всякий случай не попасться под нее. Феймтонг тотем остается, и еще топором нужно будет его сейчас убить. Ну что ж, минус одна потасовка имеется у муравья, осталась всего лишь одна, еще один феймтонг тотем появился у Стилрейта. Стилрейт может начинать играть там и дальше. Но вторая потасовка может быть сейчас тоже сыграна, если слишком сильно разыграется здесь Стилрейт. Восьмая маная. Как бы убить этого... Убить-то можно, убить-то можно нечто из глубин с помощью мощного удара, конечно же, да. Еще и карту возьмет он какую-то интересную. Это Кравовый Вой, чтобы на следующий ход начинать потихонечку казнить вот этих вот больших-больших тотемных големов, которых невозможно быть с обычным топором. Феймтонг тотем еще один приехал для Стилрейта. Еще один призыв тотема, возможно, на СПД. Но нет, СПД тотема больше нету, и нужно играть в феймтонг, чтобы пробить по лицу еще раз семерочку. И приблизиться, так сказать, к цели выполнения задания, победить Гороша. Появился снова, снова появился Храбрец. Храбрец Копыта там как-то он... Я вот... Храбрец Кровавого Копыта, Кровавая Копыта, да. Бладхуф, точно, Бладхуф. Ну вот он, Кровавый Вой, пошел. Феймтонг тотем уничтожается. Первый, остается 14 здоровья, плюс 6... Плюс 2 от арморы, того 16 на столе. Пока что 4 урона. Есть вариант поставить еще раз феймтонг тотем. Использовать еще и Камни Дробить, и надеяться на то, что будет еще и СПД тотем. Ну-ка посмотрим. Да, это СПД тотем, это еще плюс 3 демейджа с руки. И я думаю, сейчас стоит пробить, потому что еще одни призрачные катакокки уже есть. И как-то нужно, нужно это все использовать. Нужно пробивать в лицо и надеяться закончить игру раньше, чем Муравей сможет нанести ответный удар. Что же, что же делать с Тилрету в данной ситуации? Что же его все-таки здесь спасет? Ну, может быть, на следующий ход Муравей уже будет прожимать слово Йоксорона, хотя... Было использовано в районе... Ой, извините. Трех заклинаний. Но вот оно, возмездие, которое подчистит практически все. Еще и Буйный Вурдал, который практически теперь все подчистит абсолютно. И как раз-таки пойдет на стол Храбрец Кровавого Копыта, которого можно захиксить. Есть Гроза, также есть и Портал Водоворота. Девять ХП осталось всего лишь у Стилрета. Если бы был сейчас какой-нибудь... Думхаммер у него в руках, конечно же, был бы... Это летал. Ну что ж, два Хекса в руке. Я думаю, стоит отдавать первый... Отдавать первый Хекс. Да, так, оно и есть. Первый Хекс ушел, и нужно его уничтожить. Еще одни призрачные когти решил взять себе в руки, и пока что больше ничего не использовать. Блок щитом появился у муравья, появился... Сейчас планетельная карта появится, и это у нас еще один Буйный Вурдалаг, которого сейчас пока нет смысла использовать. Можно просто пророморапиться, и будет продолжать сейчас муравей контролить стол. ХП становится все больше и больше, и сейчас проблема будет у Стилрета с пробиванием этого количества ХП. Ищет. Ищет СПД ТТМ. СПД ТТМ не нашел. Нашел он здесь в Мага Крови Талноса. С помощью как раз-таки него он получает дополнительный дэмэдж для своих когтей, чтобы расправиться с этим Вурдалаком. Итак, вот сейчас будет камбушечка для добора карт. Пойдет сейчас на поле боя Служитель Боли, и сверху Буйный Вурдалак, который также и почистит Талноса, и даст еще и дополнительную карту от Служителя Боли, который еще использует и Кровь и Гной на него сверху, чтобы еще карту залутать. Еще и Сильванка пришла. Тут, видимо, будет сейчас Гроза проюзана, чтобы просто уничтожить здесь все. И Рыцарь Громового Утеса также появляется. Я думаю, сейчас будет поставлен он, использован ТТМ и Гроза. Так. И это СПД ТТМ. Это вот повезло все-таки. Гроза сейчас почистит все, и по лицу 2 дэмэджа сейчас получит Муравей, еще и 3 дэмэджа от Когтей, и того целых 5 урона получает он. Пока что, видимо, не будет Скиллред ставить нечто из глубин, хотя надеется, что потасовки нет. Ну вот он, портал из Аранфорджа появляется у Муравья. Громашатский Крик на стол, чтобы почистить Таун Тотем, и чтобы потом с помощью топора, с помощью Кровавого Утвая, чтобы с помощью топора, который как раз, топора, который использует Громаш, уничтожить этот вот Храбреца. Не Храбреца, а Рыцаря. Рыцаря. Кода Рыцаря. Ну что ж, 12 здоровья имеется у Муравья, 12 дэмэджа нету здесь на столе, и как-то нужно, нужно его найти. Флэкар Шаман может вызвать какой-нибудь полезный Тотем в плане Флэминг Тонг Тотема. И может быть, может быть да, или может быть нет, Тотем на Голем появляется. Еще один пошел Полиморф. И это последний Полиморф, который имеется у Стилрета, и, видимо, нечем будет контролить Йоксарон. А вот тут потасовочка, последняя потасовочка. Вторая потасовка, которая была у Муравья, держала у него до последнего, держала ее до конца. И сейчас остается только-только Тотем на СПД, который будет сейчас же уничтожен. И, по идее, портал Станг Гордона на этот ход и на следующий ход будут прожаты 4-5 существований на столе. Мастер эволюции очень сложен в его убийстве, и сейчас нужно аккуратно играть с Тилрета, чтобы попробовать залеталить. Продолжают призывать Тотемы, сейчас можно играть вообще, во всяком случае, все. Можно играть нечто из глубин, можно играть с Куайра. Все-таки, все-таки, ой, потасовки уже отдал здесь Муравей, и можно не бояться то, что твои существа будут уничтожены. Так, а вот и Вестник Рока подкатился к Муравью. Блок щитом поехал еще один, уже второй. Йоксарон закастует вообще шикарно, я чувствую, тут еще и казнь появилась. И, я думаю, портал из Сталингорна можно еще раз использовать, чтобы посмотреть, что за карта там придет. И так, и это размен. Размен нечто из глубин. Казнить его так же решил Муравей. А сейчас-то дальше что? Вестника Рока поставить? Ну, как вариант, чтобы как раз-таки зачистить весь стол, чтобы больше ничего Скилл Ретт на стол не поставил. Тут есть портал водоворота, еще один будет, и 7 урона у Скилл Рета, чтобы убить Вестника Рока. СПД там не пришел, поэтому смысла сейчас нет размениваться. Рокбитер не хочется второе давать без Думхаммера, а в кармане еще 9 карт целых осталось, и где-то там есть Думхаммер, который позволит позволит нанести летальный урон по этому Муравью. Я ничего не боюсь, вот это вот неплохо, но вот 6 демиджей нашел, все-таки где найти? Это из Флэнтонг Тотема, чтобы уничтожить этого служителя Рока, Йоксарон идет на стол, Йоксарон, пошли смотреть заклинания. Знак дикой природы, на кого? Воу-воу-воу, 2-5 Таун, бич судьбы, что за демон? Ооо, Молчезар, Чероплет, запретный ритуал, запретное пламя, но не дамажит ничего, чучело приехало, гнев карателя, на восьмерочку сейчас пропишет куда-нибудь, повсюду просто пропишет этот гнев карателя, на восьмерку, это очень-очень больно, и Шедоу Болт полетел прямо в Йоксарона, око за око, отраженная сущность, перенаправление, господи, что за елочка получилась уже, и сейчас вот уничтожается еще одно существо на столе, и еще один диванщилл получает на себя сквайр, которые не стакаются. Ну что ж, ну, как-то очень даже неплохо отыграл здесь Йоксарон, что три секрета мага, там Чероплет я видел первый, вот он Чероплет, здесь у нас чучело, здесь у нас отраженная сущность, тут имеется око за око, и перенаправление. И как-то даже, если сейчас убьет Йоксарон, там будет чучело, на 10 маны существо вызовется, а это может быть, допустим, тот же самый Десвинг, и тогда как-то его убивать. Как же его убивать? И Йоксарон умирает, и там чучело, и Десвинг, нет Десвинг, но Великан 8-8. Великан 8-8. Который, в принципе, в принципе, неплох. Так, тотемчик, скопирует себе муравей. Очень сложная ситуация, здесь у Стилрета, и видимо, видимо, она будет просто невыполнимой миссией для него. я не вижу никакого выхода, чтобы здесь что-то просто-просто придумать, потому что вот еще и Чероплет три дамеджа получит от Рокбитера. Итак, ну, Чероплета решил все-таки убивать здесь Стилред. Принца Молчезара, он никак здесь не разберет, и нужно просто побить в лицо на единичку, сейчас там перенаправление будет. И... ой-ой-ой. Свой тотем, вот это неудача. Вот это действительно неудача. Без тотема остался здесь Стилред. Элементарь огня приехал, но он не поможет никак. Все-таки очень много урона имеется у Муравья. Целых 13 дамеджа. 16 урона. Почищен абсолютно весь стол. И всем бьет лицо. Еще и Сильвану на стол, и это, видимо, Габеллете будет. Первая игра достается Муравью здесь. Просто, ну... Так вышло, так пошли карты. Гроза, конечно же, еще есть. Давайте посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет. Так, СПД ТТМ. Гроза пошла на 3-4. А дальше-то что? Дальше непонятно, потому что делать-то больше нечего, и, видимо, это будет 1-0. Ну что ж, ребят, небольшая рекламная пауза, буквально на пару минут. Перепады напряжения и непредвиденное выключение электросети такое может случиться с каждым. Зачем... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну что ж, ребята, очень долгая рекламная пауза, вот это, блин, слишком большая реклама, но у нас тут снова Шаман, но Муравей на этот раз будет играть на Друиде, на Йоксарон Друиде, как мы все знаем, только Йоксарон Друиде сейчас играют, и они очень хорошо себя показывают в этом сезоне и вообще в этом патче. Ну что ж, два тотемных голема, кстати, уже стоят на столе, и, мол, Фуриону здесь с ними не справиться, только если с одним одного можно убить с помощью свайпа, со вторым нужно будет как-то уже разобраться по-другому, потому что 3-4 статы его слишком сильны, чтобы уничтожить его одним свайпом. Сразу же двоих, конечно же, имею ввиду. Ну что ж, через монетку можно сыграть, по идее, Дар Природы, залутать карты себе дополнительные, либо взять себе еще два кристалла маны. Но все-таки свайп куда лучше смотрится, чтобы убить хотя бы одного тотемного голема. Ну что ж, Клакар Шаман на стол. Нужно забирать стол себе, и там у нас хил тотем, который сейчас вылечит этого тотемного голема, который был только что ранен. И это Малигос также имеется у муравья, мы видим Мунлайт Шэдоу, хотелось сказать. Но это не Мунлайт Шэдоу, это Мунфаер. Учительница магии. Учительница магии через монетку можно будет прожать еще и как раз-таки силу Декорпиру Розы, чтобы бафнуть всех существенно 1-1. Будет дополнительно 2, а то и даже и 3, можно в принципе Мунфаер еще прожать, чтобы еще существо вылезло, но решил этого не делать муравей. И вот сейчас вот 3 существа на столе с бафнутыми статами, и в принципе неплохо они так себя чувствуют. Очень сложно сейчас их будет убить, если не выглядит СПД тотем. Все-таки можно понадеяться на нужный тотем. И он выпадает, и сейчас можно взять Когти в руки и Грозой уничтожить вообще все. Либо Когти в руки и Портал Водоворота, если 4 демиджа... Хотя и так, и так, это 4 демиджа никак не внести. Вот 2 демиджа наносит Портал Водоворота, и потом либо убиваться об эту Учительницу магии каким-нибудь Клакар-шаманом, и видимо так оно и будет, потому что не убить никак по-другому. 3 демиджа всего лишь имеет, имеют Когти с дополнительным СПД, и вот Клакар-шаман умирает от этой вот Учительницы магии, и все остальное остается на столе. Живые корни, дар Дикой Природы, конечно же, точнее обычный дар природы будет прожимать здесь Муравей. Ултать 3 дополнительные карты, еще раз живые корни пришли, еще и Венерейд мы имеем, и также Таурисана. Ну, по идее, есть смысл в живых корнях, чтобы хотя бы один тотем уничтожить. Ну что ж, думают, думают, думают Муравей. Зависшая анимация Дара Природы все еще висит. Ну, все-таки вот, решил здесь использовать живые корни, убить СПД тотем, чтобы он не мешался, чтобы не было 3 демиджа на Когтях, которые имеются у этого Шамана. Клакар-шаман в бой, призывая Тон-Таун тотем, и значит, следующий шанс 50 на 50, то, что выпадет, который тотем нужен. Но это не верно, выпадает Магма-тотем, который дает всего лишь... Ничего он не дает, он дает 1-1 на столе, просто существо такое стоит. И нет дополнительного демиджа на Когтях, но следующий тотем, который будет призван, он даст 100% будет СПД тотем. Еще один Дар Природы, еще, видимо, 3 карты будут лутить для себя Муравей. Вот он появляется у него здесь и Малигос, и, видимо, сейчас через 2 инвенерейта будет прожиматься Таури-сан, чтобы Малигосика сделать подешевле, и также там и живые корни имеются. И 25 хп, это очень-очень мало, это критическое здоровье, потому что если придет еще один Мунфайр, то это будет конец. Но решил сейчас сыграть Лазурного Дракона и лунным огнем, как раз таки этим Мунфайром, убить Клакар Шамана, живыми корнями почистить что? 3 демиджа живых корней, куда? 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 Зачем? Зачем надо было играть Таури-сана и пробивать в лицо всем остальным, когда выпадет Малигос за 8 маны? Ну что ж, ко мне Дробитель приехал для Стил Рэда, Стил Рэд будет дальше сейчас использовать Тотемикол. Не нашел нужный Тотем. Придется размениваться Тотемом об этого Лазурного Дракона и всем остальным пробивать потихонечку в лицо. Нужно нанести как можно больше урона до того, как Шаман тебя уничтожит. Мульчирование! Вот оно мульчирование в Тотеме Голема. Никто не хочет давать мульчирование в него, но, видимо, придется, придется отдать. И Сукуба появляется. Конечно, неплохое существо, но не на этой стадии игры. Сила Дикой Природы призывает сюда сейчас еще и Пантеру, и Пантера будет защищать проход в лицо оппонента. Ну что ж, Тотемный, Тотемный. Тотем прилива маны. Он же Манатайд Тотем. Будет добирать карты дополнительные сейчас, и Крыцарь Громового Утеса появляется. И это очень круто, если сейчас ничего не погибнет. Фендрел, Олени, Шлем. Муравья очень поздненькая. Дополнительная карта сейчас залутает муравей, и, возможно, это будет что-нибудь полезное. Это все-таки Талнас. Талнас не то, что хотелось бы сейчас увидеть, и придется отдавать сюда Таурисана. Либо Фендрела, Олени, Шлема отдал Фендрела. И, видимо, он понимает то, что ему конец. 13 здоровья всего лишь осталось. 14 вместе с армором. Итак, сколько тут дэмэджа на столе? 2, 2, еще 3, еще 2. 4, 6, 10 урона. 11, 12, 13, 14. Летал. Если я не ошибся. 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15 урона. Ровно. Да, 15 урона на 1 даже больше, чем нужно. У муравей будет сейчас здесь погибать, если Стилред найдет свой Летал. Хотя, этот же ты меня не считал. Да, 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 2 дэмэджа не хватает. 2 дэмэджа не хватает. Да, я посчитал то, что сейчас С-ПД там тоже будет бить, а он сейчас-то не бьет. И все же 2 дэмэджа не хватает, чтобы сейчас справиться со своим оппонентом. А вот следующий ход точно будет Летальный, потому что, по идее, нечем чистить сейчас муравью стол. Есть, конечно же, за 0 маны велика, но он абсолютно никак не поможет. Не поможет никак. Он здесь. И гнев, которому может дать свайп, только он сможет помочь, но свайп он не сможет дать, потому что он будет... Все-таки будет брать карту. Еще один гнев. Еще раз будет лутать карту. И вот он, свайп. И он вроде бы как помогает, потому что сейчас вот все практически уничтожится. Осталось уже 9 здоровья. 10 вместе с армором у муравья. 10 дэмэджа. Будет ли 10 дэмэджа здесь? 3 плюс 2, это 5. Плюс еще 2, это 7. И Флэм Тонг Тотем дает этот урон. Ну что ж, 1-1 счет. Поздравляем мы здесь с Тиларетто. Увидимся с вами буквально через пару минут после небольшой рекламной паузы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья. Третья игра нашего матча Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тот же самый Друид, который был в прошлой игре Тот же самый Йог Малигос Друид против Йога Мага Должно быть так, потому что другие маги сейчас перестали играться. Конечно, бывает и фриз маги, но учитывая, какие карты сейчас я вижу, поджигатель, который называется карта-поджигатель, да, то это точно не фриз маг, потому что кого-то у фриз магов поджигатели не берутся. Ну что ж, Муравей вообще очень хороший сейчас второй дроп, потому что можно сыграть буйный рост, чтобы на следующий ход было уже 4 маны, а не 2, точнее, а не 3, как положено. Думает Муравей, что же все-таки сделать сейчас? Второй дроп у Стилреда тоже неплох, это ученица-чародея, вот он буйный рост будет прожимать Муравей, чтобы было 4 маны на следующий ход. Портал в огненные просторы появляется у Стилреда, но сейчас ученица-чародея пойдет на стол, и следующий ход будет в принципе неплох, потому что поджигатель, монетка и, допустим, какой-нибудь там фростболт придет, и это будет очень-очень круто. Хранитель болот дает ли дополнительный кристалл? Да, дает дополнительный кристалл. Тут у нас элементаль появляется, видимо, сейчас будет играться элементаль, а не поджигатель. Элементаль все-таки получше будет размениваться, нежели этот огненный. Огненный, огненный, я даже не знаю, как это, огненная змея какая-то огненная. Итак, монозмеи, еще одна ученица появляется, это в принципе-то не неплохо. Можно поставить монозмея сейчас на стол и просто убить, убить с помощью учительницы вот этой, вот этого вот непонятного хранителя бал, который прям стал очень-очень больным. Потому что филетовый цвет, это нездоровый цвет, все-таки он немножко заражен скверной. Шестая мана. У муравья есть вариант сыграть сейчас пантеру, и я думаю, она будет именно сейчас прожата. Либо сыграть живые корни, и потом с шип-шифта добить этого монозмея, чтобы он не начал стакаться. Итак. Думает пока муравей, что же все-таки ему здесь выгодно сделать. Но я думаю, все же размин, размин в монозмея будет неплохим решением. Все-таки, все-таки он слишком опасное существо, чтобы его игнорировать. Так, сила дикой природы, пантерка вызвана, шип-шифт и живые корни. Как раз-таки все, что нужно, по идее, он должен сейчас прожать. Но живые корни, он просто бьет в лицо. Просто бьет в лицо. Интересно, интересно, почему именно так. Но вот поджигатель сейчас будет раскастовываться. Монетка. Ученица-чародея. Аркейн Меслы. За 0 маны, как раз-таки. Они попадают куда нужно. Еще дополнительно 2 дэмэджа в лицо от поджигателей, 3 дэмэджа от мана-змея. Появляются еще одни живые корни. И сейчас можно использовать эмульчирование прямо на поджигателя. Живые корни на мана-змея и на ученицу-чародея. Чтобы их больше здесь не было на столе. И стол более-менее чист. Но гном взрыватель. Призыватель. Господи. Гном-призыватель появляется у стилрейта. Это, конечно, неплохое существо. Да, но сейчас смысла в нем абсолютно никакого нету. Хотя решил все-таки сыграть его. Поставить еще одного мана-змея. Потому что нечем уже этого мана-змея убивать. Конечно же, там где-то есть, может быть, свайп, который можно разменять в него. Но это слишком-слишком будет жирно для него. По идее, волшебного великана нужно ставить. Как раз-таки 7 маны. 8-8 существо. Я думаю, он хочет выйти на стол. Его уничтожат, я думаю, с помощью лазурного огненного шара. И как раз-таки гномихи-призывательницы вот этой. Ну что ж, да, именно так, наверное, будет сделано гном-призыватель и огненный шар в этого вот огненного. Не огненного, а волшебного великана. Лазурного дракона все-таки хочет сыграть Steel Red, хочет немножко поагрессивничать. Хочет немножко поставить на стол такое вот существо, которое даст дополнительную карту. Вдруг там фростболт, а вдруг там колдунья-сектантка, и это колдунья-сектантка, которая тоже может пойти на стол и не бояться умереть. Ну что ж, при лицу, при лицу пробивает нас здесь Steel Red. Продолжает напрягать, продолжает бить лицо. Нету добора у муравья. Никакого нет удара природы, и сейчас нужно просто ставить, видимо, Талноса на стол и шип-шифтом пытаться хоть что-то придумать. Погибает, погибает, там у нас первый дракон выставляет Малигоса сразу же, муравей понимает, что нужно как-то спастись от этого всего, а имеется портал в огненное просторку, он нанесет 6 демейджа, имеется огненный шар за 7 демейджами, тут еще и чревеская вспышка с 4-мя, и как-то можно вообще почти по идее вроде бы все. 7, 10, 12, ровно, да, убить можно, и Малигоса убить можно, и волшебного великана, и рука у друида явно не зашла. Ну что ж, да, именно так, именно так, как я и думал, он будет действовать, и... нет, не так, как я думал, он будет действовать, все-таки решил не убивать этого Малигоса, если поставить при металле воды, да, он решил его не убивать, и всем остальным просто протись по лицу, игнорируя великого аспекта магии, чтобы он из себя не представлял. Очень странный ход, потому что, мало ли, свайп придет, а свайпа-то нету, господи, как же все-таки повезло, повезло, здесь стил рейта, то, что нету свайпа, хотя, по идее, все равно там летал был не за горами, потому что и фаерболл был, и портал в огненные просторы, и то, и то можно использовать в лицо, и поэтому не боялся стил рейта, то, что он сможет потерять стол. Ну что ж, это летал, это летал, это абсолютно точная победа, точная победа стил рейта, и стил рейт проходит нас дальше, со счетом 2-1, он заканчивает эту серию Best of 3. Поздравляем моего ребят, а мы сейчас буквально, когда сейчас все закончится, перейдем на небольшую рекламную паузу, где мы видим великолепные великолепные ролики, да, именно так.